приветствую вас давайте разберем ваш вопрос коллега постоянно косвенно напоминает через коллег про мы неприятные случаи это было пять лет назад стараясь высмеять и унизить меня хотя это было не при ней рассказывает третьим лицам меня это выпивают из коллеги я знаю за ней много недочеток но не хочу опускаться до уровня не хочу доказывать оправдываться не реагирует на ее выпады причина что я не позволяю ей сесть на шею как мне себя вести последние несколько фраз если честно не очень понятно его там где вы пишете что что вы не хотите доказывать и не хотите оправдываться это понятно далее вы пишете не вы 원�江ики реагирует на нее выборы такlaughing чтобы никто не хотите реагировать на нее выпады а дальше вы пищите что причина что я не позволяю ей съесть на шею и дальше через запятую как мне себя вести вот вот другой я не очень понял во время того что как вам себя Смотрите. Глобально я не думаю, что скажу здесь что-то новое, да, потому что у вас уже довольно много ответов, вот, и, соответственно, может быть, мой ответ будет как-то перекликаться с тем, что вам, ну, коллега уже, что вам сказали, вот, поэтому за радио тут прошу меня извинить, вот, но глобально, глобально, на мой взгляд, ситуация заключается в том, что человек напоминает вам о ситуации, вот, когда вы столкнулись с какой-то ситуацией, вот, значит, ну, для себя, допустим, ну, неприятный, да, для себя какой-то вот травмирующий, да, по какой-то причине, вот, и, соответственно, она, эта ситуация вас, условно там, ну, условно говоря, пошатнула, как там, вот, причинила вам, ну, дискомфорт, да, то есть, вот, подразрушила немножко немножко, может быть, ваше видение мира, да, ваше представление о себе, вот, ну, такое бывает, это неприятно, конечно, вот, но такое, такое бывает, вот, и вы ничего, получается, с этим не сделано, вообще, то есть, ну, то есть, ну, то есть, вы просто выбрали для себя избегать, ну, как-то вот, напоминания об этом, об этой ситуации, вот, потому что она, очевидно, ну, причиняет Бог, да, разрушает, ваше представление о себе, вот, разрушает, то, что вы о себе как-то думаете, то, что вы о себе, ну, как-то, опять же, представляете, вот, и, соответственно, вы пытаетесь, ну, этой ситуации, вы пытаетесь избежать, что, ну, в принципе, и в целом, наверное, понятно, да, то есть, ну, понятно, что вам хочется избежать, ну, того, что вам, вот, неприятно, да, того, что вам, как-то болезненно, и тогда, вот, только проблематика, на мой взгляд, здесь заключается в том, что эта ситуация, осталась, вам не прожита, осталась, эта ситуация, вам не пережита, вот, и, соответственно, вы блокируете для себя возможность роста, здесь, та боль, которую, которую вы испытываете, она именно связана с тем, что в этом месте у вас, ну, вот, как раз, может быть, может быть, некий такой, ну, если хотите, да, такой, плацдарм, плацдарм для роста, вот, который вы блокируете, вот, ну, и плюс, здесь всегда добавляются еще не прожитые вами пережимания, конечно, вот, которые дают о себе знать, которые, вот, как-то, ну, разъявляют о себе, вот, и, соответственно, вот, коллега, которая ведет себя, ну, вот, так, как она себя ведет, вот, то есть, ну, можно, там, плюс-минус, да, по-разному, рассматривать, по-разному оценивать, почему она себя ведет именно так, как ведет, да, ну, тут, повторюсь, это не так важно, на мой взгляд, вот, поэтому дело здесь не в том, как вам себя вести, вот, дело здесь, на мой взгляд, на мой взгляд, совершенно не в том, как бы вы могли себя вести, да, и не в том, какую бы модель, ну, поведенческую вы могли бы выбрать, вот, дело здесь, конечно, исключительно в ваших чувствах, да, и вашем отношении к тому, что произошло, вот, ну, мне, например, например, со своей стороны, да, показалось, что вы больше, вот, например, как-то, ну, не знаю, как-то стыдитесь, может быть, стыдитесь того, что произошло, вот, пытаетесь, ну, пытаетесь как-то сделать вид, сделать вид, например, что в целом этой ситуации не было, то есть она вот сейчас, эта ситуация, да, это вот такое, знаете, черное пятно на вашу репутацию, то есть вы не принимаете то, что произошло, вот, ну, и вот, соответственно, задача психолога заключается в том, чтобы помочь вам эту ситуацию принять, чтобы вам, вероятно, ну, вот, например, допустим, говорить об этой ситуации, знаете, как, ну, может быть, даже самостоятельно, да, не говорить, то есть не избегать, да, как сейчас вы это делаете, а именно, именно говорить, именно говорить, именно говорить об этом самостоятельно, вот, вот, чтобы, в общем-то, свести к минимуму, да, какие-либо сплетни и так далее, то, что делает коллега, она просто распускает сплетни, право, вот, это всегда неприятно, это всегда вызывает, вызывает определенные чувства, вот, такие, как злость и так далее, что, в принципе, тоже нормально, вот, но главная причина, по которой, вот, собственно, сплетни обладают какой-то властью над человеком, да, вот, это то, что человек сам, сам человек не отвечает за, вот, то, что, ну, в его жизни произошло, и то, что он, в его жизни случилось, вот, ну, вот, человек не отвечает, просто за это, вот, не берет на себя, как бы, ответственность, да, не ассимилирует, вот, тот опыт, который, вот, ну, у него, который, у него есть, вот, и, соответственно, что, ну, соответственно, пытается сбежать, вот, пытается сбежать, из этого опыта, из этого опыта, человек, пытается уйти, вот, ну, понятно, что, получается, это плохо, потому что, ну, если что-то не просится, да, если, если что-то не проработанное, если, что-то человек, как бы, ну, диссоциирует, ну, сам от себя, если человек что-то, значит, диссоциирует, вот, то, то, вот, я думаю, так или иначе, это, за ним будет идти, да, и люди просто, ну, будут, вот, напоминать об этом, вот, поэтому, ваша задача, ассимилировать это, и просто выражать, и, ну, условно говоря, брать инициативу в этом, в свои руки, да, не избегать, вот, так же я, конечно, вижу некую перверсию, в том, что вы не хотите опускаться до уровня коллеги, вот, зная какие-то ее, там, ну, косяки, вот, для меня это выглядит, как, опять же, избегание, в данном случае, конфликта, вот, потому что, ну, вы не опустите до ее уровня, да, и, как бы, если скажете о том, что, ну, типа, окей, ты мне говоришь о том, что, вот, у меня было, было, да, хорошо, прекрасно у меня это было, давай поговорим о том, что было у тебя, вот, ну, то есть, как бы, говорить на языке человека понятно, особенно если вы вынуждены с ним общаться, вот, ну, другого языка человек может просто не понять, вот, поэтому я думаю, что здесь у вас есть какая-то другая мотивация, честно говоря, вот, может быть, вы боитесь столкновения, боитесь конфликта, боитесь негативной оценки, еще, еще чего-то боитесь, вот, в любом случае, с этими вещами, как мне кажется, нужно будет поработать, вот, и разобрать это, вот, на этом все, я надеюсь, что вам это было интересно, полезно, всего самого доброго, удачи! Спасибо!